Шалом друзья, с вами как всегда я Майор, сегодня у нас будет видеоролик про то, как же стабильно набирать лайки в Free Fire. И сразу же скажу, у нас сегодня не будет абсолютно никого разговора про то, как фармить лайки. Мы сегодня поговорим только про то, как именно стабильно набирать лайки, чтобы вы через месяцок-другой зашли на свой аккаунт и такие, Ё-моё, сколько у меня лайков, какой же я красавчик. А также в конце видоса будет одна такая супер бомбическая киллер фича, которая просто взорвёт вам мозг. Так что смотрите видео до конца. Ну а я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос. А в моей группе ВКонтакте до сих пор продаются настройки для оттяжек всего за 25 рублей или же 150 тенге. А настройки HUD, то есть управление, которое мы выдаём абсолютно бесплатно в подарок при покупке настроек, это просто конфеточка, ребята. А если настройка не будет лететь, мы вам либо же её переделаем, либо же вернём деньги. Так что если вас это заинтересовало, переходите по ссылочке в описании по данным видеороликам. Стражей, ребят, скажу, сегодня разговора про фарм не будет абсолютно никакого. Потому что да, я уверен, вы так же как и я слышали про вот эти способы, то что ты заходишь там в комнату, или же заходишь в тренировку, или же заходишь в битву отрядов, там твои друзья умирают, тебе ставят лайки. Но ребята, это полный детский сад. Ну никто так лайки фармить не будет. Вы пофармите максимум час, два, три и потом всё, до свидания. Вы так нормально, ничего и не нафармите, а вы только испортите все настроения. Так что сегодня у нас разговора про это не будет. А я вам расскажу реально про такие вот прям бомбические способы, чтобы просто собирать много лайков в каждой катке. Начнём мы с того, то что многие на ютубе говорили, я поставил видеоролики, про то, что нужно собирать типа фастерский сет. Но вот лично мой вам совет, лучше так не делайте, а пародируйте, либо же просто типа копируйте сеты ютуберов, там хайлайтеров и так далее. Вот допустим, есть такая супер бомбическая пародия на сет Сакуры, то есть сет из первого пропуска, вот такая вот ребята. Если вы сможете её надеть в себе, то это будет просто бомбически, это будет бомбически угарно. И я вам так скажу, если противник это всё заметит, вам лайкосик обеспечен. Ну или допустим повторите сет Смайла, да, или же какую-то пародию на него сделайте, такую же угарную. И если противник реально это заметит, он это оценит, я вам так скажу, это прямо реально 100%. Так что способ рабочий, делайте так, практикуйтесь и в принципе получайте лайки. Далее, касаемо эмоций. Вы наверное спросите, делать ли эмоции или не делать. Так вот я вам скажу то, что, ну на самом деле на ваш выбор. Но смотрите, если вы делаете эмоции, то ни в коем случае не делайте эмоции, которые как бы батят вашего противника. Есть допустим эмоция лол, есть эмоция угрозы, есть ещё эмоции, где ты типа дизлайк своему противнику показываешь. Эти эмоции показывать не надо. Показывайте эмоции такие типа олдовские там, ну или просто жёсткие там, донатерские и так далее. Я думаю вы это сами прекрасно понимаете. Но ни в коем случае не показывайте эмоции, которые батят ваших противников. Потому что вот я, если я допустим покажет ему эту эмоцию угроза там, или лол, я скорее жалобу кину, чем лайк поставлю. Так что вот так вот. Да и ещё плюсом я помню, раньше в пропусках были здания, где нужно после килла делать эмоции. И то есть за это ты ещё можешь получить плюсы медальки пропуска. Я не знаю сейчас это есть или нет, но вроде раньше было. Так что вот так вот. Далее мы переходим к следующему пункту. Он у нас касается скилла и также касается и обсыл приличия перед противниками. Если вы остались там против сквада или против дуо, то не добивайте противников. Не добивайте. То есть вы нокнули, да, одного человека из сквада. Не добивайте. А если вы потом после этого красиво раскатаете сквад противников до конца, я вам так скажу, 4 лайка вам обеспечено. Потому что вот как бы не добивать противника, это реально уважение к противнику. И противник, если увидит то, что вы его грамотно убили и плюсом ещё не добили, вообще просто вам распекнёт очень жёстко и поставит вам лайкосик. Так что не добивайте, если хотите получать лайки. Но так, конечно, я понимаю, что это не особо выгодно. Так что так же на ваш выбор. Ну и далее следующий у нас такой пункт. Очень такой интересненький, очень такой полезненький. Это никнеймы. Есть два способа. Первый вариант вы также можете копировать там или пародировать никнеймы популярных ютуберов. Каким образом это можете делать? Вы можете заменять английские буквы на русские, которые выглядят одинаково. Или же наоборот. Ну допустим, смайл, да? В никнейме смайл есть буква А, английская. А вы эту букву А заменяйте на русскую и тем самым вы сможете себе такой никнейм поставить. Сейчас, конечно, вы не сможете, потому что смайл невероятно популярен. И я уверен, все люди так уже сделали. Но я думаю, в принципе, идею вы поняли, так что делайте так. Ну и последний мега бомбический пункт, это поставьте никнейм такой, как будто бы вы девушка. То есть, например, у вас никнейм сладкий, и вы поставите себе никнейм сладкая. Или там, вы кислый и ставите себе никнейм кислоя. Или же какой-то такой никнейм типа, ну такой типа опасный, да? Я думаю, вы понимаете, типа такой оу май. Но также стоит знать грань и знать то, что за нецензурную там всякую лексику вы можете получить бан в горении. Сначала вам придет предупреждение на почту, за что вам нужно сменить никнейм. Ну а потом как бы вас вроде бы должны забанить. Но в принципе, если вы поставите такой адекватный ник, там типа кислая, там сладкая и так далее, то вам ничего не сделают и вам будут также больше ставить лайки. Так что вот так вот можете написать в комментарии самые бомбические идеи для таких типа женских никнеймов. Ну а на этом на сегодня все. Пишите ваши идеи касаемо набора лайков в комментариях. Делитесь данным видеороликом с друзьями. Ну а с вами был Майор. Всем удачи и всем покедова.